Сегодня мы собрались в достаточно короткое время, вы продали все 160 S-компакт. И теперь стоит вопрос, многие специалисты сейчас подходят и спрашивают, какой аппарат предложить вместо этого. Есть у нас сейчас два аппарата TIG, 160 и TIG 200 на Акте, и я бы хотел подробнее рассказать о них. Вот так сразу клиент видит этот аппарат, когда он к нему приходит. Открывая коробку, он сразу же видит, что есть инструкция по эксплуатации, в которой указаны все технические характеристики данного аппарата. Также немаловажно, что инструкция на русском языке и какие-то причины, из-за которых аппарат может не работать. Там сразу же указано, внимание, из-за которых он может сам, в принципе, и разобраться. И также есть гарантийный талон. Также хотел бы сказать, что на данный аппарат у нас гарантия год, расширенная гарантия до трех лет. То есть все вы об этом знаете. Что касаемо комплектации. В комплекте идет сам аппарат, клемма заземления, электрододержатель и горелка TIG для сварки вольфрау неплавящимся электродом. Данный аппарат, он вообще предназначен, конечно же, в основном для сварки и нержавейки, но мы можем его предлагать в качестве ручной и дуговой сварки. В комплекте с данным аппаратом идет горелка TIG и сразу же с горелкой идет небольшая расходка. То есть приобретая аппарат, клиент может сразу же уже начинать выполнять какие-то работы по нержавейке, либо может выполнять работы обычным штучным электродом. Хотел бы сказать, что стоимость горелки, у нас продается даже отдельная горелка, стоимость горелки стоит 2 миллиона 800. Сам аппарат без СНДС стоит 300. То есть это на 160 ампер. То есть вы понимаете, что покупая аппарат, горелка вам бесплатно практически дается. Каждая горелка, пожалуйста, я покажу дальше, какая горелка и расскажу про нее. Также в комплекте идет электрододержатель и клемма заземления. То есть приобретая пачку электродов, которые у нас сейчас на акции, клиент может уже выполнять какие-то работы. Что касаемо электрододержателей и клемма заземления, они достаточно хорошие, как и во всех наших аппаратах КЕРК. Плюс длина наших электрододержателей и клемма заземления 4 метра. По функционалу. Здесь достаточно простой функционал. Есть двухпозиционный тумблер. Поворачивайте налево, можете использовать его в качестве ручной дуговой сварки. Для ручной дуговой сварки здесь идет одна регулировка. Это сила сварочного тока. И вторая позиция тумблера это для тиг-сварки. Тоже идет регулировка силы сварочного тока. И вторая функция регулируемая. Это спад дуги. Она предназначена для сварки нержавейки, чтобы не образовывались поры по окончанию сварки. И для заварки кратера. Также в данном аппарате встроены такие функции, как хот-старт, антистикинг, арфорс. То есть это уже сразу встроенные функции данного аппарата. По подключению. Здесь идет унифицированное такое подключение, через которое подается ток, подается газ. И второе подключение верхнее. Это подключение кнопки. То есть подключая кнопку, нажимая на клавишу, сразу же подается ток, подается газ. Если клиент собирается варить только электродом, в комплекте сразу же идет электрододержатель клеммы заземления. То есть он подключает и может заваривать свои образцы, либо что ему требуется. Что касаемо сварочного кабеля, кабель здесь достаточно простый, надежный, не будет переключаться. Что касаемо транспортировки. Вы видите, здесь идет такая ручка. То есть он может его носить как в качестве чемодана, либо просто переносить на шлейф. Потому что они часто перемещаются по стройобъектам. Сварщику главное, чтобы у него рука не уставала. И поэтому есть такая шлейф, на который он может переносить данный аппарат. Что касаемо внутренности. Силовая плата находится сверху. Плюс здесь пластиковый такой кожух, вы видите, который регулирует воздушные потоки. То есть весь воздух проходит только через радиатор. Тем самым токопроводящая пыль не будет оседать на силовой плате. Это самая проблема всегда в аппаратах, потому что она оседает на плате и начинает выгорать плата. В отличие от более дешевых, тех же Solaris, там все расположено на одной плате. При условии, что плата находится по центру, нету таких направлений потока воздуха. То есть все оседает на этой плате. В итоге она выгорает, нужно менять полностью плату. Здесь все разнесено по отдельным платам. Соответственно, если что-то выгорело, просто меняется одна плата. И плюс нашего аппарата, что силовая часть находится именно сверху. То есть под самой крышкой аппарата, куда токопроводящая пыль практически не попадает. Ну вот на фотографии пытался показать эти вот защитные направляющие для воздуха. Также в данном аппарате встроен газовый клапан. То есть когда мы нажимаем на кнопку с обратной стороны, я потом, если кому-то интересно, могу подробнее рассказать, поближе подойдете. Стоит газовый клапан. То есть когда вы нажимаете на клавишу на горелке, подается ток и подается газ. Отпускаете клавишу, перестает подача, происходит подача газа. Так называемый газовый отсекатор. То есть аппарат предназначен для сварки нержавейки, либо черного металла. Это если в режиме тип. Если его предлагать в качестве ручной и дуговой сварки, он предназначен, как наши все аппараты, для ручной и дуговой сварки. Что касаемо технических характеристик, сейчас на аппарат модель ТИК 160 DC цена снижена 3 миллиона 200. Это уже цена с НДС. И что хотелось выделить, что в режиме ТИК модель 160 DC, в режиме ТИК у нее 160 ампер. В режиме ручной и дуговой сварки у нее 140 ампер. То есть когда вы клиенту будете предлагать, то нужно говорить, что если вы будете использовать в режиме ручной и дуговой сварки 140 ампер, для сварки тройки электродов, в принципе, где-то, если хорошая сеть, то можно и четверкой немного. И касаемо модели ТИК 200 DC, цена на нее тоже снижена 4 миллиона 100 с НДС. И здесь в режиме ТИК сварки 200 ампер сварочного тока в режиме ТИК и в режиме ручной и дуговой сварки 160 ампер. То есть это как наша модель компакт. То есть даже намного лучше. Также по поводу комплектации здесь все расписано, что сразу идет горелка ТИК ВП-26, предназначенная на силах тока до 250 ампер. Вольфрамный электрод лежит в комплекте, клемма заземления и электродный держатель. Вот эта дополнительная горелка, которая у нас есть в продаже, стоимость ее 2 миллиона 800. Что из нее есть плюсов? Более удобная клавиша. Для некоторых сварщиков это очень важно. Также здесь гнущаяся голова. То есть для сварки в труднодоступных местах это очень удобно. Ну, нужно понимать, нужно ли это клиенту. То есть вы знаете, что всегда есть у нас такое в наличии. Также в комплекте идет расходка для, в принципе, для каких-то небольших работ он может выполнить. Также один больфрамовый электрод, держатель цанги и цанги. Здесь на фотографии показано, что вот, как аппарат использовать в качестве ручной дубовой сварки. Ставим электрод и можем, в принципе, заваривать наши изделия. Что касаемо работы от генератора. От наших инверторных генераторов нельзя работать сварочными аппаратами. То есть они слабы. То есть не хватает напряжения. Мы можем работать только от больших генераторов наших. Это что касаемо нашего аппарата, что касаемо конкурентами. Никак мы от инверторного генератора не можем подключить сварочный аппарат. И что касаемо энергопотребления. Аппараты ТИК-160 и ТИК-200ДС на 20% меньше потребляют электроэнергии. И по отзывам после презентации. Многие говорят, что в режиме ручной дуговой сварки данный аппарат работает намного мягче. Чем наши аппараты, которые предназначены только под ручную дуговую сварку. То есть какие плюсы? Это энергопотребление намного снижено на 20% и то, что он работает мягче. Наши конкуренты. У нас только именитые конкуренты. На рынке нет такого плана аппаратов. Но стоимость у наших конкурентов, если сравнивать с Хронисом, то это в 4 раза больше. Если сравнивать с ИСАБом, то это в 3 раза больше. Такого плана аппаратов пока не представлено на нашем рынке. Есть над чем работать. Есть такой комплектации. Джассика сейчас нет. Такой модели нет. Успешных вам продаж. Может, какие-то вопросы? Я, может быть, хотел чуть-чуть добавить информацию. Многие сварщики не умеют работать с аргумной дуговой сваркой. Этот аппарат стоит настолько дешево, что, я думаю, сварщик может заинтересоваться этим аппаратом и купить его даже в личную пользу, чтобы освоить этот метод сварки. Также, я думаю, можно предлагать учебным учреждениям. Они в основном... Вместо тренажера. Да, вместо тренажера аппарат стоит, вы сами видите, либо 3 миллиона, либо 4 миллиона. И они могут купить этот аппарат и просто хотя бы пробовать, учить молодых сварщиков работать тигом. Насколько хватит аппарата, если варить с перила, либо мебель из нержавейки? Продолжительность включения, если у модели 160-ки, у него продолжительность включения на максимальном токе при температуре 40 градусов Цельсия 100 ампер. То есть на 100 амперах, в принципе, можно работать целый день. При условии, что 100 ампер, это ПВ 100%. Это у модели 160. У модели 200-ки ПВ 140 ампер. А сколько нужно для сварки тонкой нержавейки? Ну, для тонкой нержавейки нам... 50-70. Смотря какая толщина. Да, все зависит от толщины. Максимум 100-110, да? До 100 ампер это... Это уже... Это уже... Это уже... А, принцент, для какой-нибудь маленький? 0,8. Кстати, можно посоветовать, вот так научиться, да. Пойдет на кастерапон, будет сварить? Конечно. Разбьет. Там от 10 амперов много тонкой. Такую сможет... То есть, ну, да, аппаратам будет тяжело варить совсем тонко. То есть там где-то... Совсем тонко это сколько? 0,5 и ниже. То есть будет тяжело. Это чуть ли не фольга такая, да? Если нормальную нержавейку толщина 1, там 0,8, 1,5. То есть это идеальный аппарат этих целей. Плюс мобильность, очень легко и удобно с собой переносить. Кому еще можно предлагать? Многие организации, в которых пищевой промышленности задействованы, работают лифт-способом, то есть касанием. Можно смело такой аппарат тоже им предлагать. На презентациях он нравится. Единственное, была высокая цена, и они не видели смысла в этом. А сейчас цена смешная, поэтому можно пробовать предлагать. Возможно, сейчас они заинтересуются. Лифт-способ. Лифт-способ, это значит контактный способ. То есть вольфраун выплачивающимся электродом нужно сначала дотрогнуться до металла, и тогда немножко оценить его. Но у многих, те, кто не умеет этим пользоваться, сразу залипает электрод. То есть электрод надо достать, сразу затачивать. В этом аппарате, то есть уже стоит высокочастотный поджиг. То есть нажимая на клавишу, уже сразу подается ток, подается газ. То есть не надо вот этим чирканем. То есть для начала, те, кто хотят начать работать тигом, это по сути идеальный вариант. А что лучше, 160-ка или 200-ка? Нужно понимать, для каких целей это нужно. 200-ка это идеал для сварщика. А 160-ки достаточно для всех работ. Я хочу услышать. Да, также можно сейчас... Кто предлагал заробленные компакты именно эти аппараты? Алексей, один. Кто еще? То есть никто не предлагает. А клиенты спрашивают компакты? Спрашивают. Спрашивают. А почему не предлагают тогда? Сережа? Как вы скажете? Я предлагал. Я съездил 2, 160-ки. И почему хлеб у тебя не купил? Он думает, пока скучно. Просто ему цену звучали тогда. Случай необходимости. Но по отзыву могу сказать, что за все время продаж, буквально там 2-3 случая были, когда были неисправности аппараты. А основное приносят из-за неисправности горелки, когда просто что-то упало, там положили на расплавленный металл. Горелку там расплавил что-то. Ну, либо несвоевременно меняют расходники цанга, держащие цанги. То есть это реально вот по этим аппаратам полнадежности. Я к чему призываю, что мы хорошо поработали по продаже компактов. И вот эта энергия, она еще осталась у нас, и мы ее создали еще и у наших клиентов. То есть кто не успел купить, еще компакт, в замену можно предложить достаточно хорошее предложение. Даже больше выгоднее для клиентов, на самом деле. Вот для нас этот аппарат, продажа их для нас не выгодна, но у нас их очень большое количество, и нам их нужно продать. Поэтому я просто делаю акцент вашего внимания именно на приложении этих аппаратов. То есть это достаточно интересное приложение, функции, масса преимуществ. И я думаю, улететь к ней, что просто она здесь не составляет большого труда. А то, что мы не делаем, это плохо. Кленты спрашивают, а мы за ней ничего не предлагаем. Вот Алексей один предлагал. Что тебе клиент не купит, почему? Денег ждет. Денег ждет. Это то же самое, что думали. Поэтому, пожалуйста, тех клиентов, которые было у них желанным, можно проработать заново и может продать. Компакты мы точно пока не повезем, пока не распродадим эту продукцию. Для закупки компактов нужны деньги. Мы продадим эти сварки и закупим компакт. Еще 140 А не мало ли? Просто клиентам будет сомнение. 140 А? Для сварки... Мы посажим тройки. Тройки? Вот так. Сколько нужно оттока для сварки тройкой? 80-120. 80-120. Это по максимуму, да? Плюс, если сеть просажена, у тебя есть всегда запас мощности. Тех же 20 А. В домашних условиях, для домашних сеть, мощности выше, потому что он больше сети забирает, чем аппараты. Какая мощность? Ну, то есть, он киловатт. Если, например, вот сравнивать модель наша ARC-160, у нее потребление на максимальном токе 7,5 киломатт. Это на максимальном. Это на максимальном. То у этого где-то порядка 5,9. Максимально. То есть, ну, вот это... Номинальная? Не помню. Ну, по номиналу, не помню сейчас. Каталог. Да. Ну, нам в каталоге... Каталоги... Каталоги, в зависимости от тока. Да. Все зависит, какой ты ток выставляешь, по-своему. Здесь тоже сидеть. Да. Хороший. На помощь союзки он строит. Ну, и дима, генератор, это только более силе будет себя вести. Ну, надо посмотреть, но их, по-моему, все равно такой достаточно будет. У них трехфазный генератор, и, соответственно, на одной фазе там наполовину... Нет, там, по-моему, два и сколько, 26 киловатт. Отличается по одной фазе... Ты киловатт-миллер можешь предложить? 150? В качестве киловатт-миллер. А, по-моему, 30 киловатт-миллер может прибыть? Предложи, Лёша. Ладно. Вопросы просто есть? Ну, хочу привести один пример. Вот это клиент Надежды Романчук. Да, вот приезжал клиент буквально две недели назад, пользовался этим аппаратом. Привез в ремонт. Ну, они глубоко не вникали в неисправность. Оказалось, что просто не своевременно поменяли, опять же, там скручена цанга была, зажимали на горячую, когда горелка была в нагретом состоянии, ничего делать нельзя. Но они готовы были купить, вот Надежда уже счет сбросила, они говорят, готовы были оплатить такой же аппарат и счет. То есть я говорю по надежности, по функционалу этого аппарата. Горелку продал. Хороший. Предлагаю аппарат, два аппарата. Именно взамен там, ну, банк. То есть это не контересуется, он у меня очень хороший аппарат. Дешево, я не его занимаюсь. Мы проводили анализ рынка, посмотрели вообще ближайших конкурентов. Ну, это действительно, это только Есабы. Ну, Есабы – это производство Китая. У него стоимость 7,900, да, вроде. Порядка 8 миллионов. А вот эти торосы нет в таких? Тороса 160-ки нету, есть 200-ка. Что касаемо, сколько? Что касаемо тороса, я сегодня смотрел, 8,800. Точно. Двухсотка, да? То есть даже наша двухсотка стоит там 4 миллиона. 400-ка наша двухсотка, то есть это в два раза дешевле, чем близкие компании. Это в два раза дешевле, чем близкие конкуренты. Ну, значит, что надежный, то же слово. Да нет. Ха-ха-ха. Спасибо. Спасибо. Спасибо.